В прошлом выпуске нашей программы мы выяснили, что каждый может стать пчеловодом. И у каждого на своем участке может появиться маленькая пасека с качественным и хорошим медом. Сегодня мы вновь приехали к Евгению Ваулину, чтобы посмотреть, какой же нужен инвентарь. Меня зовут Стас Волосняков, вы смотрите программу «Удачи на даче». Здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Вот мы, собственно, и приехали к вам на пасеку. Ну и скорее нам расскажите, что же нужно, чтобы пасека появилась у меня на участке. Первым делом нужно привести инвентарь. Ули бывают разные, бывают рутовские. Ули системы РУТ. Упрощенный улей, рамки которого опираются на стенки корпусов. Додановский. Вот мы используем додановский улей на 12 рамок. Улей Додан. Однокорпусный улей, имеющий магазинные надставки по 12 полурамок. Самый удобный в нашем регионе. Первым делом нужно позаботиться о технике безопасности. Это масочку обязательно, костюмчики. Ну, некоторые начинающие пчеловоды работают в перчатках. Но я сразу советую перчатки выкинуть. Почему? Потому что пчелу не нужно бояться. Пчелу нужно любить. Аккуратность. Пчеловодству должна только аккуратность. Также вот использую крыло гусиное для смятения пчелок в работе. Вилочка у нас. Стамесочка. Очень самая такая вещь в пчеловодстве. Универсальная. Открываем улик. Здесь улики у нас. Подушечка обязательно должна. Тут у нас улики пустые. Никто не вылетит. Для утепления, да. Для утепления. То есть, подушка спасает не только тепло держит, но она еще спасает, когда солнце, жара, она спасает еще от солнечных лучей, от перегрева улья. Холстик. Обязательно тоже. Вот они запропульсовали его прополисом. Пчелочки наши. Ну и рамки. Когда работаем с рамками, чтобы удобнее, они запрополисовывают здесь все. Чтобы взять рамку, отодвинуть, посмотреть. Для этого нужно стамеска. Достали рамочку, посмотрели, полюбовались. Поставили обратно. Красиво. Дымарь. Дымарь. Дымарь нужен тоже для того, чтобы усменить пчелок. Обдымливаем пчелок перед работой. Пчелки, у них инстинкт срабатывает пожар. Они набирают, чтобы в зубике битку, и та пчела, чтобы ужарить, она подгибает брюшко. А когда у нее полный будет желудочек с медом, она не может брюшко подгнуть, и поэтому она не сможет ужарить. Вот для этого используется дымарь и усмирение пчел, чтобы поработать. Евгений, а где мне приобрести такой инвентарь? Ну, может быть, у вас это можно здесь сделать? Можете заказать у нас. Можем подобрать уже бывшие улей под ваш бизнес, под ваш участок. А есть ли какие-то правила выбора улей под семьи пчел? Самое оптимальное, я советую начинающих пчеловодов, это Додановский улей на 12 рамок, рамка на 300. Я вот как начинающий пчеловод, так скажем, мне повезло. Я пришел за опытом к вам. А вот нашим телезрителям, если они захотят завести пчел, куда им обратиться? Да, конечно, конечно, мы будем только рады, если мы рады помочь любому начинающему пчеловоду в начинании его на хорошем. Потому что пчелу нужно любить, пчелами нужно заниматься, свой медок будет. Мы можем скомплектовать полностью пулей, пчелами. Пчел мы разводим, у нас карпатская порода. И последний, собственно, вопрос. На дворе зима, где пчелы? Я их не вижу. Да, пчелы у нас сейчас отдыхают, можно сказать, отработают. Пчелы находятся у нас в зимовнике. За зиму одна пчелиная семья съедает, хорошая семья, около 20-25 килограмм меда, чтобы прожить. В зимнее время мы можем посмотреть наличие кормов. Если клуб находится у передней стенки, значит, все хорошо. Гул спокойно, пчелы не гуляют по рамочкам. Корм еще имеется у нас, все хорошо. И у всех начинающих пчеловодов все равно большие затраты. Нужно купить улей, купить пчел, приобрести. До зимовника, может, не доходит времени. Мы можем взять на зимовку пчел, пожалуйста, вы отработали. Мы можем взять у вас, как сказать, на зимовку. Перезимует у него у нас, сохраним его при весне. А весной снова поставите на свой передусаганный участок. И снова будете рады своим пчелкам. Итак, я надеюсь, если вы не все запомнили, то записали. А если не записали, то смотрите выпуски программы «Удач на даче» на сайте Курган.ру. В следующей программе поговорим о пчелах. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!